Всем привет, дорогие друзья! С вами Ромео, с Игридеганг.ру. Мы находимся в Губе Гараж. Сегодня в гостях у микрофона Андрей Звонкий. А кто это? Это парень какой-то такой есть в хоричневом балахоне. Того звонкого, который взорвал, взорвал все радиостанции нашей страны. Об Андрее Звонком слышал он когда-нибудь? Да, по-моему, слышала. Скажи на ушко. Старый осколк Форевер. И вообще я считаю, что таких людей побольше, как Федор Емельяненко, надо быть больше. Это понятно. Но сегодня концерт Звонкова, Андрей, а не Федора Емельяненко. Все равно за Федором, блядь. Отдыхай. И вот, друзья, Наник приехал из Египта. И прямо из самолета пришел в гараж. Наник, как тебе атмосфера в гараже? Шикарно. Я, как всегда, люблю очень этот клуб. Поэтому я здесь, прямо с самолета, сразу в гараж. Я знаю, что ты в Египте давал концерт людям, которые протестуют против правления. Как они отнеслись к твоему творчеству? Они ничего не поняли, потому что они думали как раз о том, что у них происходит. Ты бы выдвинул свою кандидатуру в президенты, я не знаю, как бы. Ни в коем случае. У меня свои дела, дружище, ты же знаешь. Soul Kitchen плюс свои концерты. Поэтому ни в коем случае президентом Египта я бы не стал. Что там у вас было в Египте? Я знаю, вы там такой трэш навелись на Наником просто. Расскажи. Ну, мы просто отдыхали, приставали друг к другу. Море, солнце, загорали. От выпивка, веселье. Нет. Нет, нет, нет. Ты же пытался записать сингл на египетском языке. Этот сингл ротируется на всех египетских радиостанциях. Шарман Шейх FM, Хургады FM. То есть все радиостанции сейчас-то похорены. Ну или что, я думаю, скоро ты похоришь Москву? Да. Сегодня день рождения, это так? Да. Вам сегодня 20 лет, а? Что это сказал? Подруга. На самом деле мне 27. 27? Подруга сказала, что вы сегодня едете домой, как минимум, с пятью парнями. А со всеми? В Ютьюбе есть ролик, типа, как соблазнить парня за три минуты. Можно вот так там. Это понты все. Просто если ты какая-то там паршивая шлюха, то к тебе так и будут относиться. Ааа, я не какая-то паршивая шлюха. Андрей, как прошли гастроли в Марокко? Я слышал, ты публику просто разорвал своими хитами буквально. Они там пищали, кричали. Да, теперь у меня появились фанаты в Марокко. Теперь я буду снимать новый клип и отсылать в Марокко. Потом будет на гастроли. Не, ну правильно. Мне кажется, весь шоу-бизнес, все деньги именно в Марокко. Не в Москве, а в Марокко. Конечно, конечно, в Марокко. А ты не думал вообще переехать туда? Вообще бы хотелось. Они, знаешь, такие, они еще такие, не, так сказать, не зажравшиеся, такие, знаешь, вот прямо, блин, такой вот. Не то, что Киреев он там, да? Слушай, вообще Киреев, не то, что Киреев. Там еще на Нике есть, там, не знаю. Ты сейчас готовишь новый трек, на который будешь снимать клип. На марокканском языке будет этот трек. Да, будет трек на марабанском. На марабанском. А-а-а, на марабанском языке с марокканским диалектом. С марокканским акцентом. А если лучший друг оказался вдруг, не таким уж трусом и гоню круг. Дружба – это труд, это мой маршрут, остальное не понудру. А если лучший друг оказался вдруг, не таким уж трусом и гоню кругом, не таким уж трусом и гоню кругом, не таким уж трусом и гоню кругом. А вот так сегодня прошло мероприятие, на котором уже был звонкий прямиком из Марокко. Мы сегодня много интересного узнали. А когда уже с волки переезжают в Варокко, скандалы, драки, только на гэнг.ру. А, б***ь, кто это, с***? С***! 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 С***!